Любите играть в GTA, но вечно не хватает денег на новой тачке и недвижимость? Тогда загляните в группу Фасмилеру. Это отличная группа с недорогой прокачкой. Также группа заботится о ваших аккаунтах, и насчёт бана переживать не стоит. Гораздо легче заплатить 100 рублей за прокачку этой группе, чем сутки напролёт таскать ящики на склад. Прокачка доступна как и для пользователей ПК, так и для пользователей PS4. В общем, ссылка есть в описании. Иии, всем привет, с вами Антромир. И да, извиняюсь за такое долгое отсутствие. Ведь я там совсем немного приболел, и я не думаю, что вы бы смотрели мои гличи с корявым голосом. Ну ладно, не суть. Сейчас будет всё как раньше. Ну а в сегодняшний ролик попадают вот эти ребята. Если ты также хочешь попасть в ролик, то просто пиши любой позитивный комментарий под этим видео. Ну а перед началом самого глича я хочу тебя попросить подписаться и поставить лайк. Также не забывай про наш дискорд-сервер, ссылка на него есть в описании. Там ты найдёшь людей, которые тебе помогут с любым не соло-гличом. Что ж, для самого глича нам понадобится база, в которой должна стоять бесплатная легия. Ну и ещё жилое помещение в этой базе. Бункер, ПКП с функцией автохранилища и также машины для копирования, которые должны стоять в нашем ПКП. Ну, в моём случае это всеми любимая ИСи. Не буду долго затягивать, погнали к самому гличу. Ну что ж, для начала по старинке мы грузимся в редактор и меняем там режим прицеливания. Далее мы просто должны зайти в настройки геймпада и там мы выбираем тип прицеливания. Если вы играете на консоли, то ставьте свободный. А если играете на ПК, то ставьте помощь прицеливания полная. И далее мы просто грузимся в сессию по приглашениям, чтобы нам никто не мешал. Ну а далее после того, как мы прогрузились, мы должны бежать к нашему ПКП, где стоит наша машина для копирования. Ну и как всегда, это всеми любимая ИСи. Мы просто садимся в неё, выгоняем её и ставим в любой точке нашего бункера. Я, например, решил поставить вот так. Ну а далее нам нужно просто выбежать на улицу. Ну а после того, как вы вышли на улицу, вы должны открыть меню взаимодействия и проверить параметры отображения. Нам нужно сделать так, чтобы все дела отображались на карте. Но после того, как вы это сделали, вам нужно вызвать бузер через транспорт шефа. И далее отправиться к вашей базе, где стоит ваша бесплатная легия. Ну а далее после того, как вы прибыли на базу, вам нужно бежать в ваше жилое помещение. И там нужно лечь на кровать. Ну а после того, как вы легли на кровать, вы должны открыть меню паузы. На клавиатуре это делается английской кнопкой P. Открываем это меню, заходим в стартовый набор «Преступная организация». Сидим где-то там секунд пять. Позже выходим. Далее нам нужно перейти в карту и открыть общую карту. Далее мы должны начать любое дело, которое находится рядом. Хотя рядом оно не рядом, вообще не важно. Просто подтверждаем и вы заметите то, что у вас начнется бесконечная загрузка. На этом эффекте вы встаете с кровати и бежите к вашей бесплатной легии. Ну а далее мы просто садимся в нашу бесплатную легию. Далее у нас будет три варианта. Это сесть в машину и подсоединиться к какому-то челику через сообщество. Открыть меню паузы и подсоединиться через банды. Или же открыть хоум и присоединиться к любому другу. Как в принципе я и сделал. И на этом моменте нам нужно открыть хоум. Если у вас выйдет персонаж из машины, это нормально. Ну а далее мы присоединяемся к нашему другу и на этом моменте мы садимся в машину. Далее, когда у вас вылезло вот это окошко, вы зажимаете кнопку газа и подтверждаете первое сообщение. А затем отклоняете второе и подтверждаете первое, также удерживая кнопку газа. Как эффектом у вас должны пропасть все машины из гаража и вашего персонажа выкинет из машины. И вы появитесь на улице. Тоже без машины. И как можно сказать, такой небольшой побочный эффект вы заспавнитесь не в своем бункере. Я на самом деле не ожидал такого, но мне наоборот это сыграло на руку. Потому что меня заспавнило недалеко от моего бункера. И мы должны вернуться в бункер, где стояла наша Иси. И как можно заметить, Иси стоит на том же месте, на котором вы ее и поставили. Далее мы просто садимся в нее и загоняем обратно наш ПКП. У нас появится окошко с подтверждением о замене, мы его подтверждаем. Оригинал улетает на базу, а копия остается в ПКП. Чтобы продолжить копирование, начинайте весь глич заново. Ну и по старинке, поздравляю, машина скопирована. Ну и на этом все, вот такой глич сегодня показал. Если тебе хоть как-то помог, то подпишись на канал и поставь лайк. Также не забывай про наш дискорд сервер, ссылка на него есть в описании. Да, небольшая оговорочка, то что его гличи будут выходить после среды, потому что у меня в среду будет устный экзамен. Да, конечно, до чего я докатился. Ну ладно, все полезные ссылки есть в описании. А с вами был Антромер, всем пока-пока и удачи. Продолжение следует...